осознание давайте признаемся честно никто и никогда не учил вас общаться с противоположным полом не объяснял как на самом деле устроены мужчина и женщина 70 процентов семей рушится из-за незнания элементарных законов психологии чтобы в семейной жизни избежать кризисов необходимо снова и снова погружаться в изучении психологии и духовных основ взаимоотношений тогда перекосы современного общества которые мешают нам создавать и сохранять счастливые семьи и отношения постепенно станут понятны и вылезут на поверхность сегодня мы разберемся в самом важном и опасном перекосе нашего времени и вместе узнаем о его последствиях у нас в гостях психолог практик с опытом более 25 лет писатель ведущий семинаров о взаимоотношениях мужчин и женщин а в последнее время еще и известный блогер встречайся алексей васильевич капранов в одном своем интервью вы сказали что в современном мире доминируют женские ценности и мужчинам тяжело реализоваться в этом обществе можете поподробнее раскрыть эту тему я считаю что мужчина это прежде всего стратегия то есть на будущее а женщина это прежде всего тактика здесь и сейчас так вот сейчас все ценности одноразовые вот и есть свой тип ценности до сносу не будет на века как сделать чтобы женщина не купила одежду надо быть сносу не будет надо выйти выпендриться и выбросить все есть такая шутка что такое нечего надеть для мужчин это ничего чистого для женщин это ничего но действительно вся разница мужчина две-три формы одежды и все нормально вам чтобы они были чисты то есть современное общество потребления это женское общество но да сейчас даже фирмы не одна метки хапнуть и уйти но если раньше было бы понятно да мужчина в рваных штанах мы все деньги вкладывает будущее в товар по что-то в перспективу сейчас сейчас все одноразовые машины одноразовые посуда одноразовые все одноразовые и рынок настолько наполнен что уже инженеры закладывают старение в суть то есть сначала это было компьютерная там и так далее а сейчас уже дается задача сделать так чтобы прибор там или какая-то вещь сломалась на следующий день после истечения гарантийного срока и вот теперь неинтересно на века неинтересно на года это как вот например мой один товарищ там был старенький марс и он погнавшись за статусом понтами как говорится так далее я купил более новый там все и заехал заменить там не готова теперь только вот такой узел зачем но ездил бы я на том и ездил бы какую я был дурак то есть если раньше на машине был двигатель миллионник то есть на нем можно было ездить и ездить и менять и менять а сейчас нет ты должен отъездить 3 максимум 5 лет еще 9 и весь рынок все вот здесь и сейчас она перспективу думает более того вопрос зачем вопрос опять становится но как когда-то в советские времена вот мне повезло да я хапну вот этот перестроечный воздух где можно было задуматься потому что когда я еще учился до учился вроде бы уже платно на психолога но все равно еще были отголоски и два вопроса были запрещены задавать клиенту первое это что ты хочешь вторую зачем они были то есть если человек задумается о своей жизни зачем не это то это уже травм забавно поэтому я сказал сразу что я не нормальный психолог я буду задавать вопросы зачем а почему же мужчинам тяжело реализоваться в этом обществе потому что мужчин не настолько изменяем и как женщина женщина она как миллион раз перестроилась раз перестроилась у женщины нет своей нравственности нет но мужчина мужчина это накопитель нравственности нравственность этот слова нрав характер и развитие характера это у каждого в свою сторону нрав бывает кроткий нрав бывает крутой один развивает крутость другой крутость ну кто что а женщина как раз по природе она выбирает того мужчину с теми качествами которых у нее нет бытует мнение что мужчина выбирает себе женщин давайте задумаемся какое значение подразумевает под собой слово выбрать сегодня чаще всего партнеры выбирают по физиологическим потребностям которых хватает лишь на временную мотивацию для создания пара когда такие потребности удовлетворены мотивация изучать и делать счастливым другого человека нередко пропадает совсем но ведь каждый желает найти свою половинку с которой можно пронести через всю жизнь чувство заботы любви и поддержки как же на самом деле происходит процесс выбора друг друга вы конечно сразу представите себе мужчину завоевавшего женщину получается он выбирает однако с точки зрения психологии это абсолютно не совпадает с реальностью на самом деле мужчина выбирает только из тех женщин кто уже выбрал его почему потому что женщина переходит в мир мужчины делая выбор и сам переход это женщина покупатель нас а мужики продавцы и продают они свою нравственности мужчина он не меняется и женщина она находит того мужчину с теми качествами которых у нее нет чтобы ее потомство было более выживаемо чем он и она и вот а мужчина он стабилен к сожалению можно сказать стабилен можно сказать стержень почему к сожалению потому что к женскому сожалению не такой ужин и как той песни каким ты ли был такие моста вот она выбрала его совершенно другого а потом пытается под себя передел но не всегда так нет это редкий 99 90 процентов где-то так что еще касаемо проблем в семье сейчас очень актуально гаджетозависимость то есть дети сидят в планшетах да не только дети даже взрослые вот почему так происходит и как с этим бороться ой а дети бы я бы вас сразу это сладко с моей жене потому что я вот я детской психологии не люблю заниматься это очень ответственно она в этом деле как-то более профессионально а вот то что столько мужиков ушло в танчики вот об этом можно было бы сказать потому что мужчина идет туда где ему рады или туда где он успешен а сейчас ноги он успешен вот там хотя бы успешен и там логично это понятно и там он может с другими договориться и они могут толпой и у них целая девизия а как же его вытащить оттуда из танчиков из виртуального мира вот есть два стимула кнут и пряник угадайте какие пряникам конечно вот если женщина сможет быть интереснее ему интереснее чем танчики если он здесь дома будет успешным чем в танчик и так далее если она начинает видеть все его недочеты вот и этот и модель паски разбросал а в гараж приходит не волнуйся серый у тебя учет все в гараже пропадает поэтому вот самая лучшая психотерапия мужчин это где в гараже они туда пошли там психотерапия со своей может быть дадите какие-то советы женщинам как правильно себя вести я же говорил хвалить в настоящее время многим женщинам присущи мужские черты характера стальные бескомпромиссные бизнес-леди готовые содержать других и нести ответственность за все вокруг сегодня встречаются сплошь и рядом но они редко бывают по-настоящему счастлива потому что такой стиль жизни противоречит изначальным законам природы и самой сути женщины отсюда и многие проблемы а мужчины все больше начинают перекладывать ответственность на хрупкие женские плечи теряя свою силу и способность быть успешными в итоге все переворачивается с ног на голову но люди этого не осознают и упорно продолжают взращивать в себе неестественное им качество внутри семьи растет недопонимание и с каждым днем перекос становится все более сильным что приводит к ужасающей статистике разрушению абсолютного большинства отношений семей сегодня транзактный анализ эрик дом все уже знают даже кто не изучал психологию что в каждом из нас живет минимум три человека маленький детеныш возрасте до шести лет наше супер эго там внутренний родитель и вот это вот эго я вот взрослый которым так вот это там где дети могут повеситься где могут родители обсудить как они что и сделали детей где взрослые могут обменяться какой-то информации помочь друг другу взаимовыры где могут быть транзакции когда ты приходишь как маленький ребенок так и когда ты приходишь как взрослый отец для своей маленькой дочери вот когда задействованы все транзакции вот тогда семья считается полноценно когда я говорю мужикам ни в коем случае не женись если не может посмотреть на свою женщину как на дочь потому что если всерьез воспринимать все ваши капризы она либо с ума сойдешь его убьешь у нас такое тоже есть упражнение да когда меняющие женщины местами и идет скандал когда выдаем почувствовать каково быть мужчина и ты до этого я рассказываю такую хорошую анекдотом грузинской семье берут интервью там не до конца вы никогда не хотели развести на этом вы же пружины студии соли копить и сады убить хотел развести и вот когда женщины посмотрели они когда убить но тем не менее я специально делал упражнение чтобы на трех уровнях три уровня общения сначала без эмоциональной по положениям то есть иногда мы так боимся в месяц и доказываем свою значимость в семье и вот эта игра иногда достигает такого апогея что заканчивается разводом а вот когда я могу прийти положить голову на колени и не боюсь показать свою слабость жене и моя жена будет не жалеть меня а вот сегодня на отдохни эти час накормлю на все а завтра пойдешь и победит же все как у жванецкого там помните да сейчас пойдешь и порвешь этот зал да когда мы друг другу помогает когда мы друг другу стараемся изо всех сил помочь то что у меня сильно у нее слабо я помогаю ей то что у меня слабо она не тыкает в это место потому что у мужчин тоже мы не всегда на коне вот когда я на коне да я всем нужен я всем нравлюсь тогда а вот когда я не на коне и вот та женщина которая не добьет хотя бы не добьет уж не поддержит но хотя бы не добьет это уже супер все мы можем вспомнить о ситуациях когда казалось бы в изначально очень крепких отношениях пары в какой-то момент происходит разлад люди начинают думать что выбрали в спутнике жизни не того человека что он им на самом деле не подходит не задумываясь о том что в процессе развития любых а тем более семейных отношений постоянно происходит изменение ролей как мужчины так и женщины особенно в моменты перехода к постоянной совместной жизни и при появлении детей их росте и развитие жизнь вынуждает нас меняться вслед за собой это как ваша половинка выполняет свою новую роль не всегда может приниматься легко иногда этот процесс требует внутренней проработки и с вашей стороны ведь главное что нужно понимать семья это постоянный процесс развития постоянный совместный труд они не единожды выстроенная система как же сделать друг друга по-настоящему счастливыми и не потерять себя как мужчине самореализоваться в нашем мире почему мужчине нельзя испытывать чувство вины как от него избавиться и перестать быть всегда должным если вам необходимы ответы на эти вопросы то вы сможете найти их по ссылке в описании в онлайн-курсах и тренингах алексея капранова мж и детоксикация мозга вас ждет реальная чистка сознания и рабочие инструменты для построения или спасения ваших отношений не обижайтесь на эту рекламу для кого-то эта информация станет настоящим спасательным кругом мы подбираем для вас только проверенных авторов с информацией способны реально улучшить вашу жизнь и добиваемся лучших ценовых предложений для наших подписчиков деньги в современном мире от один из важнейших видов энергии направляя который вы формируете свою жизнь а для нас это та поддержка которая позволяет нам трудиться все лучше развиваться и становиться все полезнее и интереснее для вас по ссылке в описании вас ждет уникальное предложение на покупку этих курсов эта база необходимая каждому мужчине и каждой женщине инвестируйте свое развитие и вы получите стократную отдачу во всех сферах и помните что в жизни случается всякое пока не случается осознание